У нас нет корма на рассмотрение вопросов по уставу. Из-за низкой явки депутатов приходится сдвигать повестку. На начало заседания отсутствует больше трети, девять человек. Чем это обусловлено? Одна из популярных версий, депутаты заранее позаботились о том, чтобы не встречаться со следователями. Ранее органы публиковали пресс-релиз, в котором сообщалось, в период предвыборной кампании неназванные кандидаты передавали на тот момент вице-мэру администрации Алексею Лескину взятки. Кого имели в виду правоохранители, видимо, неизвестны и самим депутатам. Многим из них уже приходилось общаться со следователями, но обсуждать эту тему народные избранники в основном не хотят. Без понятия. У кого информацию, глядя, там идите дальше. Нам известно, что... Ну, откуда у вас известно? От депутатов, к следователю. Ну, откуда известно? Вы звали, как свидетели. Ну, нет, у кого вы известно, там вы спрашиваете, я ничего не знаю. Я думаю, это может прокомментировать следственные органы, потому что я не владею такой информацией. У нас депутаты, люди свободные, они занимаются своим бизнесом. Многие уехали по вопросам бизнеса. О визитах к следователям не стесняются говорить, пожалуй, только коммунисты. Кому приходилось с правоохранителями, сотрудничали охотно. Мы можем в любой следственный комитет явиться, и не считаем это за, ну, так сказать, за какое-то унижение или чего-либо. По поводу работы с правоохранительными органами я могу рассказать, что связано это с сомнениями в результатах выборов, якобы, вот, в связи с возбужденными уголовными делами, якобы передавались какие-то деньги структуры администрации. По этому поводу, насколько я знаю, в том числе вызывался плотников Евгений Валерьевич для дачи объяснений в правоохранительные органы. Коммунисты, во всяком случае, не располагают никакими сведениями. В городской думе подмечают, сезонная неявка депутатов на сессии – дело обычное для собраний всех уровней. Но в Южно-Сахалинском все же есть отличие от других. Один депутат находится в СИЗО. На его счет также существует масса версий. По одной из них арестом на Сергея Короткова давят морально, ожидая, что он даст нужные показания. Также считает и его адвокат. Но предположение, что именно должен сказать Коротков сотрудникам правоохранительных органов, не озвучивает. А прошли ли его другие лица, я полагаю, что это является тайной следствием. И распространять я об этом, говорить об этом я не могу. Я могу только предполагать. Коротков говорил, что к нему приходят другие лица, оперативные работники. О чем они беседуют, это уже без защиты. Поэтому я не вправе даже озвучивать, если я бы и узнал об этом. Сам депутат Сергей Коротков обвиняется в получении более 1 миллиона 200 тысяч рублей зарплаты в МУП электросервис. Хотя фактически там не работал. В своей одиночной камере он написал открытое письмо в СМИ, в котором сообщил, цитирую, «Знаю, мой арест вызвал много негативных высказываний и домыслов. Хочу заявить, я Олескина не сдавал. Никаких показаний ни про него, ни про руководство города не давал и давать не собираюсь». Конец цитаты. Жена Короткова Анастасия ранее сообщала в СМИ, что ее мужа спрашивали и о бывшем мэре Лобкине и Олескине. Но уже во вторник, в день публикации письма, сказала, коллеги Сергея Короткова мягко попросили больше об этом не распространяться.